доброго всем здоровья когда люди сталкиваются серьезными трудностями которые портят им жизнь они часто вспоминают это заболевание как аналогию и действительно более неприятную проблему чем геморрой сложно найти однако эта патология как и многие другие коллапрактологические болезни сегодня легко поддается лечению и в сегодняшнем выпуске мы это докажем в нашей программе что такое геморрой и как с ним бороться другие распространенные коллапрактологические проблемы современные методы их лечения и профилактики по статистике всемирной организации здравоохранения с теми или иными заболеваниями дистального отдела кишечника сталкиваются не менее 85 процентов населения планеты и эта цифра имеет тенденцию к росту мужчины болеют геморроем чаще прогресс заболевания приходится на возраст от 30 до 50 лет представительницы слабого пола сталкиваются с этой проблемой во время родов в 50 процентах ежегодно в мире фиксируется около 5 миллионов случаев летального исхода от осложнения геморроидальной болезни суммарно это население небольшой страны однако несмотря на крайнюю мучительность проявлений и их опасность в россии только два из десяти больных обращаются к врачу на ранних стадиях процесса многие люди стесняются своей болезни но обращаться к врачу с подобными проблемами совсем не стыдно ведь врачи призваны сделать все возможное чтобы облегчить состояние людей в очень сложных и может быть и неприятных состояниях сегодня мы постараемся убедить вас в этом вместе с нашим гостем хирург-проктолог доцент кафедры хирургии номер два медицинской академии кфу сергей геннадьевич гривенко в нашей студии добрый день сергей геннадь что же за колопроктология что это заболевание колопроктология это ветвь хирургии такая субспециальность которая занимается заболеваниями толстой и прямой кишки а какие факторы влияют на застойные процессы малом тазу если говорить о большинстве причин которые вызывают именно это заболевание тут есть две ведущих теории но одна из важных скажем так составляющих факторов которые приводят к развитию это неправильно и назовем так питание и естественно ведущие к этому нарушения в поражении но это с образом жизни как-то связано тоже ну есть определенные специальности которые если раньше считалось а всегда что это водители пилоты то есть все люди которые находятся длительно в сидячем положении то сейчас последнее время это связано с айти технологии даже молодые люди которые длительное время проводят в положении сидя за компьютером в конечном итоге в той или иной степени становятся клиентами врачей сергей давайте напомним некоторые проявления ну слово геморрой вообще имеет греческие корни и оно происходит от греческого крови истечения поэтому первая основная жалоба таких пациентов которые к сожалению не всегда заставляет их обратиться за медицинской помощью это выделение крови во время дефекации или после дефекации у этих больных это основная жалоба а дальше присоединяется чувство инородного тела в анальной области наличие зуда тех или иных выделений все это вот составляет симптомокомплекс характерный для этого заболевания заподозрить проктологические проблемы можно исходя из жалоб пациента уж очень они характерны о том какие врачебные манипуляции существуют для установления диагноза в следующем сюжете какие методы исследования применяются в проктологии изначально как и во всех других специальностях мы собираем анамнез только после этого мы приступаем к дополнительным методам исследования наиболее простейшим методом которым в общем-то владеет любой доктор да и не только доктор но и фельдшер является пальцевое исследование прямой кишки для этого не нужно ничего сверхъестественного да мы просто берем одеваем перчатку вот и соответственно обезболивающую мазь обрабатываем палец пациента при этом мы укладываем вводим палец ректально при этом несколько проворачивая по окружности отмечаем все детали в анальном канале следующее исследование которое мы используем это уже инструментальные исследования проводятся с помощью аноскопа вот со стилетом он и ректа романоскопа принцип в чем подключается сюда светодиод вводим ректально ректоскоп удаляем стилет после чего мы надеваем защитное зеркало подсоединяем грушу и начинаем осмотр прямой кишки медленно продвигаясь в случае необходимости груша используется для того чтобы расправить кишку чтобы мы максимально не повредили слизистую это исследование является базовым классическим исследованием в коллапрактологии без него полноценный осмотр коллапрактолога не считается стандартно выполненным скажите есть еще методы исследования быть может более высокотехнологичные которые применяются в проктологии да конечно они есть идемте я их вам покажу вот один из этих методов иригоскопия то есть метод который подразумевает под собой ретроградное введение контрастного вещества через анальный канал при этом толстая кишка тот орган который необходимо нам обследовать полностью заполняется контрастным веществом после чего пленка проявляется и оценивается на неготоскопе а что можно увидеть на этих снимках на этих снимках можно увидеть достаточно большое количество заболеваний основное что мы ищем при помощи этого метода это место расположения кишки ее проходимость онкологическую патологию или просто новообразование как например тубулярно ворсинчатые аденомы полипы дивертикулярная болезнь ее очень хорошо видно при иригоскопии ну и ряд других патологий по косвенным признакам Сергей Геннадьевич мы можем сегодня говорить о видах геморроя да в практической практике принято делить геморрой на первичный и вторичный первичный это собственно то о чем мы сегодня с вами говорим это само заболевание геморрой вторичное это следствие уже когда мы имеем увеличение геморроидальной ткани за счет сдавления извне и в свою очередь сам первичный геморрой принято делить на острый хронический и в свою очередь сугубо по анатомическому расположению на внутренний наружный и комбинированный ну и наверняка стадии процесса есть в хроническом геморрое принято разделять это общая известная классификация на четыре стадии этого процесса в лечении подобных проблем самое главное решиться по рассказам пациентов после радикального решения проктологических проблем их жизнь преображается и единственное о чем они жалеют это о том почему же не решились на это раньше о современных методах лечения в нашем следующем сюжете какие современные методы лечения геморроя существуют и применяются по крайней мере у нас в россии современных методов лечения геморроя очень много тема очень широкая обширная можно поделить ее условно на две большие категории это консервативные методы лечения и оперативные консервативные в общем то в свою очередь можно разделить на три подкатегории по методике использования препаратов это первая категория это флеботоники которые улучшают отток лимфы при этом тонизируя сосуды вторая категория это свечи различные ректальные не будем останавливаться отдельно на каждой и третья категория это различного рода мази оперативные методы лечения в свою очередь делятся еще на две категории это малоинвазивные и радикальные оперативные а в чем между ними разница разница большая разница заключается в том что стадийность процесса у геморроя четыре стадии в первых используются малоинвазивные методики в третьих в четвертой стадии используются соответственно радикальные оперативные методы лечения ну и главная стратегия наших программ это профилактика заболевания в данном случае о профилактике геморроя в первую очередь в начале нашей беседы мы все-таки говорили о том что тут важен фактор провоцирующий который приводит к развитию этих заболеваний значит надо избегать в первую очередь длительного нахождения в положении сидя то есть если мы говорим о специальностях которые сопряжены с таким нахождением длительное время водители они должны делать какие-то перерывы если особенно длительное время находятся за рулем то же самое касается и айтишников а второй немаловажный аспект это нормализация режима питания нормализация актодификации а для этого надо достаточное количество клетчатки а клетчатка это растительная пища должна быть в нашем рационе наши пациенты не должны нас понимать превратно что вот сейчас сегодняшнего дня после нашей беседы они все должны стать вегетарианцами боже упаси мы люди всеядные все должно быть сбалансировано но просто всегда надо помнить что растительная пища то есть клетчатка это является тем если так возможно все таки сказать строительным материалом и каркасом на котором образуется каловая масса поэтому всегда в нашем рационе должно быть достаточное количество клетчатки ну и последнее это соблюдать так называемый жидкостный режим то есть достаточное количество воды мы должны тоже потреблять потому что одна из функций толстой кишки это в том числе всасывание воды Сергей Игнатьевич спасибо огромное за очень полезную развернутую информацию приходите к нам в студию надеюсь наши новые встречи не за горами всего вам доброго спасибо до свидания Практологические проблемы стары как мир когда-то у людей не было фармацевтических лабораторий операционных болезни лечили преимущественно травами в наше время многие рецепты фитотерапии проверены и их эффективность научно подтверждена лечение геморроя травами очень хорошо снимает отеки разгоняет кровообращение в органах малого таза и улучшает отток крови о зеленых помощниках в следующем сюжете растения применяющиеся в лечении геморроидальной болезни каштан конский укрепляет сосуды уменьшает застой крови в геморроидальных узлах отвар применяется местно в виде ванночек и компрессов корень лопуха снимает зуд сжение и болезненность отвар применяется при значительно увеличенных геморроидальных узлах полынь таврическая водный настой и отвар обладает выраженным обезболивающим и антисептическим действием горец перечный водный настой имеет выраженное спазмолитическое и ранозаживляющее действие применяется местно фитотерапия не может являться основным методом лечения перед ее применением необходима консультация врача и дорогие друзья мы искренне желаем чтобы геморрой для вас оставался только словом нарицательным и чтобы в жизни было как можно меньше поводов его вспоминать надеюсь наши советы вам в этом пригодятся ну а если остались вопросы пожалуйста звоните мы с радостью ответим на них номер телефона и адрес электронной почты вы можете увидеть внизу экрана главное пожалуйста будьте здоровы ответить 4 Продолжение следует...